Универсиада 2019 для многих красноярцев перестала быть недосягаемой мечтой. После того, как швейцарский кантон Вале, наш единственный соперник, снял свою кандидатуру в заявочной кампании, горожане начали обсуждать, что же получит краевой центр в случае выигрыша и как может измениться их родной город к 2019 году. Наш корреспондент Андрей Стародым сегодня прокатился по Красноярску будущего. Ему слово. К зимней универсиаде 2019 года спортивный Красноярск существенно изменится. Появится несколько крупных спортивных объектов в нашем городе. Более того, уже существующие спортивные сооружения подвергнутся реконструкции, а некоторые еще и расширятся, например, как Академия зимних видов спорта. В окончательном виде Академия будет представлять собой развитый центр по зимним видам спорта. Он включает в себя две гостиницы, два многофункциональных спортивных центра, комплекс трамплинов, санно-бепслейный комплекс и горнолыжные трассы. Одновременно Академия может принять более 10 тысяч человек. Неподалеку уже построено общежитие Сибирского федерального университета, которые превратятся в кампусы для спортсменов. Во время универсиады будет задействовано четыре ледовых арены в Красноярске. Две из них еще только планируют построить. Они появятся на правом берегу. И каждая будет рассчитана на 3500 посадочных мест. Но есть и две уже существующие. Одна из них это Арена Север. И здесь предполагается, что пройдут соревнования по керлингу. Также задействует и уже существующий фан-парк Бобровый лог. Но это что касается спортивных объектов. А еще в Красноярске отремонтируют и построят дороги, реконструируют больницы и другие объекты социальной сферы. Где-то порядка 30% бюджета универсиады. Это только будет на спортивную инфраструктуру. 70% это на социальную инфраструктуру. 70%. Поэтому очевидно, что универсиада это прежде всего не тот проект, который позволяет решить спортивную составляющую и может быть каким-то образом ее модернизировать. Это тот проект, который позволяет качественно изменить социальную инфраструктуру, существующую в городе. Пока организаторы не говорят, сколько потребуется денег на проведение универсиады. Но уже сейчас известно, что будет поддержка федерального бюджета. И сейчас бизнес-сообщество Красноярска обсуждает, что принесет такое международное спортивное событие городу. В любом случае, это лишний приток денег от федерации. И они останутся на территории Красноярского края. Если грамотно этим распорядиться, это даст момент и в течение всей подготовки дополнительной деньги, и еще долгий эффект после того, как универсиада пройдет. Как банкир, я уверен, что это даст приток инвестиций, несомненно. Обязательно должна быть поддержка федерального бюджета. Обязательно должна быть заинтересованность инвесторов внешних. Плюс пиар-позиционирование края. Это, несомненно, вызовет оживление деловой среды. Ну, что, в общем, опосредованно и даст возможность, может быть, построить и социальные объекты, в том числе в дальнейшем. Это однозначно даст толчок к развитию гостиничного и ресторанного бизнеса. И туризма, я думаю. То есть город станет более привлекательным в туристическом плане. По плану на универсиаду отводится 11 дней. И уже определена дата ее проведения в Красноярске. Со 2 по 12 марта 2019 года к нам съедутся более 3000 спортсменов и множество туристов. Главное – выиграть заявочную кампанию. 9 ноября станет окончательно известно, стал ли Красноярск местом проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года. Шансы очень высоки, поэтому, если все будет хорошо, то открытие и закрытие турнира пройдет здесь, на центральном стадионе. Для этого его специально реконструируют. Он будет вмещать уже 25 тысяч человек. Андрей Стародым, Андрей Крупнов. Новости.